всем доброго времени суток дорогие мои подписчики зрители а также гости моего канала кто впервые зашел ко мне на наш огонек ну что сегодня первое сентября немножечко варваре не повезло потому что первый раз первый класс но 1 сентября у нас выпало на воскресенье поэтому в школу конечно мы сегодня не ходили мы сегодня отмечали папина день рождения сегодня приезжали до с молодежи приезжал сын со своей машу ли девушкой бабушка приходила мы посидели вот варвара сейчас играет мы ели дыню нашу огромную которую вы видели в конце прошлой декады сейчас я вам ее покажу я готовила горшочки так но они оказались такие большие что мы вот сколько-то съели это вот еще муж не дохлебал три горшочка представляете у меня еще полные духовке я делала горшочки вот будем теперь есть я не знаю но дня на два нам три точно хватит там мясо картошка там бульона много картошка грибочки и и мясо ну естественно сверху лук морковка вот поэтому вот горшочки ну и дыня вот такая еще пол дыни осталось муж и так приляпал чтобы с нее чтобы она не падала и сок не бежал вот такая дынища половина у нас осталось арбуз да варюшка дыни не любит а любит арбуз поэтому мы арбуз оставили на вареный день рождения мы решили что за неделю с ним ничего не будет до начала пор подпал подпорчиваться дыня поэтому решили мы сегодня съесть дыню арбуз на варюшки не движение через недельку думаем он долежит с ничего с не будет мы на право прохладное место вытащили на на балкон так ну и и еще заказывали пиццу три пиццы это остатки это как вы понимаете букет завтра варваре школу первый раз первый класс не стала я покупать никаких букетов в магазинах не стала я резанты мы это не знаю для меня испокон веков именно букет гладиолусов там я отражаюсь именно букет гладиолусов для меня не знаю символ первого сентября потому что в наше время мы в основном ходили да с хризантемами а с астрами астрами или гладиолусами я прям сразу сказала мы будем покупать гладиолусы ну и подготовила я конечно форму наряд варваре сейчас я его тоже вам покажу вот варвариной комнате тут конечно у нее еще мало комната похоже на комнату школьницы пока тут все кругом одни игрушки кроме полу по по этого купленного письменного стола так стул мы еще пока не купили это мне белье сохнет ну нормальные рабочие рабочие вернее выходные эти до белье перестирала вот это все на отдачу еще сюда добавится вещи малые вот тот столик варя разрешила мне занять и я там буду рукодельничать но это все когда встанет купится у нее пенал да я туда буксу перенесу лампу лупу в общем я там буду вышивать ну и вот она наша форма да все ну естественно у нас еще новые туфли темно-синего цвета вот такая не необычная у меня начало декады у нас шкаф как был к новому году украшен причем он украшен был не в этом году не к этому новому году а мы еще другой квартире жили когда была варюшка маленькая я не знаю он у нас наверное так вот уже лезть 7 украшены так мы не снимаем старый уже шифоньер надо его менять мы будем покупать варюшки мебели полностью вот из этой серии то есть и пенал и и шифоньеры там есть угловые то есть все все из этой серии но постепенно все купится не все сразу пока у нас это не позволяет нам финансы ну вот честно говоря мне самой не верится что мой ребенок уже идет в школу боже мой как быстро пролетело время как быстро дети растут ну все завтра мы естественно вам покажем свою первоклашку вот эту вот малипусе да все семьей провожаем варвару в первый класс первый раз первый класс да он тоже наверное первый класс по ходу по по росту похоже тоже в первый глава семьи самый первый у нас идет ну все крылышки у птички о варке две косички окошко глупая у нас ходит с вами в первый класс главное с братом как с папой брат с подручку паш не успеешь оглянуться и своих так водить уже будешь а ну знаешь как время то быстро несется улыбнишься помаши мне рукой и и и и Ребенок пришел из школы, снял буквально только юбку с жилеткой и уже там. Варвар, первоклашка, а первоклашка, чего ты там делаешь? Играешь? Так, наверное, надо белое-то все снять, игруля. Варь, надо сначала форму все снять, и белую кофточку, и белые колготки. А где она? Опа! Первоклассник радуется жизни. Теперь давай в другую сторону. Нет, ну я буду все упасть. Ну давай в эту. Все? Выключаю. Хорошо, выключаю. Вот они наши ученицы, первый класс и седьмой. И сейчас мы будем пить чай вот с таким тортиком. Я выбирала. Да, мы купили в кузине тортик. Варя выбрала вот этот. И ей дали отдельно вот такой вот сложочек. Учись на отлично. Здесь посыпка внизу. Красота, да. Ой, теперь я не могу на нем налюбоваться. Не можешь налюбоваться? Ну все, режем торт и пьем, девчонки? Да! Ура! Ну что, эмоций сегодня было много. Детки мои спят. Алиса проснулись. Алиса тоже спала. Варюшка уснула. Второе сентября продолжается. А я, пожалуй, пойду повышиваю. Какая-то зараза сегодня весь день сверлит. Пойду, наверное, повышиваю свое теплое местечко. Не буду мешать, пусть отдохнут. Ну что, 3 сентября утро. Отвела варюшку в школу. Хочу вам показать, что я вчера навышивала. Пока варюша с Алисой спали. Я вышила вот этот значок. Вот этот ключик. Ну что тут? Две ниточки, по-моему. Да, две ниточки. Это все, что я сделала за вчерашний день. За второе число. Ну, понятно, день был насыщен эмоциями. И потом тут с племянницей мы чай пили. Потом вечером уже и папа приехал, и бабушка. И мы с ними чай пили, доедали этот тортик. Еще, кстати, не доели. Еще сейчас я пойду с утра попью чай. Что хочу сказать, что я решила. Попробую. Не знаю, получится или нет, но попробую. Вот я отвожусь сейчас варюшку. Утром буду в школу. И потом мне через 2 часа ее идти забирать. У нас пока вот эту неделю будет по 3 урока. Дальше посмотрим. И вот эти 2 часа я решила, наверное, буду пробовать вышивать по одному ряду у моей бисерной кубчихи. Иначе мне так никогда до нее не добраться. А я все-таки ее планировала в этом году закончить. Поэтому сейчас я быстренько попью чай. Потому что утром муж позавтракал. Варюшка, естественно, позавтракала ее накормила. Сама не до этого. Сама я и всех собирала. Поэтому сейчас я пью чай. Что-то мне плохо фокусируется телефон. Последнее время сбивается фокус. И попробую, не знаю, буду я успевать за эти 2 часа один ряд кубчихи вышить или нет. Она у меня, в принципе, вот такой же ширины, наверное, на станке. Поэтому вот буду, ну, сколько буду смогу эту бисерную кубчиху по утрам по ряду вышивать. Глядишь, так она и продвинется у меня. Все, пошла пить чай. И вышивать кубчиху. Итак, для тех, кто не помнит, забыл, а или новенький, недавно на моем канале, не знает, что это за бисерная кубчиха. Вот такой сюжет от золотых ручек я вышиваю. У меня есть вышитая картина такая. От золотых ручек бисерный купец. Там она называлась «У самовара». Это называется «За чаем» по мотивам картины Маковского. И раньше она у меня была натянута на станке. Но купца я вышивала на руках. Мне купчуху, в принципе, начинала на руках. Поэтому сейчас я вам покажу. Так, там вот, видите, посторонние звуки. Ну, там понятно. Так, сейчас я вам покажу, в каком она у меня сейчас. На каком этапе, в каком состоянии. Итак, из шести фрагментов состоит схема. Первый нижний фрагмент я уже вышила. Это... Это что такое? Ну, ладно. Это средний фрагмент. Есть еще верхний фрагмент. Вот так она сейчас у меня выглядит. Последний раз я вышивала в июне. Вот она у меня отдыхала в июле-август. Вот в таком она сейчас состоянии. Ну, и сейчас я ее скручу, как делала с этой скупцом. И продолжу вышивать. И вот пока я буду по утрам ждать дома варюшку со школы. Ну, вернее, перед тем, как мне идти ее встречать. У меня будет 2 часа. И я хочу эти каждое утро 2 часа посвятить вот этой работе. Все. Показываю, на каком она сейчас у меня состоянии. Советую вам обращать внимание, потому что тут вот идет ткань, наряд. Не сильно видно продвижение. А вот как самовар растет, очень хорошо заметно. Поэтому я думаю, что отслеживать, как она будет продвигаться, вам надо по тому, как будет расти самовар. Ну, по крайней мере, я думаю, что на этой работе продвижение именно здесь будет более заметное, чем на каком-то другом месте. Ну, в принципе, вот тут жилетка, да, сейчас она тут замкнется, какой-то тут воротник, не воротник пойдет. Может быть, даже и вот здесь можно будет смотреть. Вот это середина работы. Вот чуть-чуть мне осталось до середины работы. И, может быть, за этот месяц, что я сейчас буду в отпуске, да, если по ряду в день, то до середины, по идее, я должна дойти. Все, приступаем. Я сегодня сходила, подстриглась. Вот как-то так я теперь выгляжу. Я раньше так ходила, у меня такая была стрижка. Вот здесь вот как бы длинные, а макушка, ну, шапочка, все это. Но потом у меня поменялся парикмахер, и сколько я потом искала, чтобы меня так же подстригли, не получалось. Ну, вот сейчас удалось. Я довольно рада. Третье число продолжается. Не успела я вышить сегодня у бисельной купчихи один ряд, потому что, ну, звонила мама по скайпу. Мы с ней пообщались, и там уже побежала за варюшкой. А после школы пошла стричься. Так что сейчас буду этот ряд дошивать. Уж, коль я на сегодня его наметила, его надо сделать. Начала вам уже монтировать декаду, которая сейчас идет. Сегодня у нас 4 сентября. Алисонька рядышком со мной спит. Деточка, да, спит. Мурчит. Мурчит наш моторчик. Тихо так мурчит моторчик. Тихо, тихо. А бывает так громко-громко, как трактор. Да, Алисонька? Вот. Ну и пока монтирую. Да, я вчера сделала. А сейчас я уже пойду варюшку встречать уже время. Не знаю, видите вы или нет. 10-10. У нас 10-30 заканчиваются занятия. 10-30 заканчиваются занятия, поэтому сейчас я ее пойду забирать. Сделала я ряд вчера с небольшим и сегодня. Так что у купчихи норму я сделала. Но пока не показываю, потому что два ряда это ни о чем. Я ближе к декаде, к концу декады вернее, я вам покажу, что там у меня получается. И немножечко повышевала вчера теплое местечко. Но сегодня, наверное, буду хаедом заниматься, чтобы к отчету его немножко продвинуть. Все, пошла за Варварой. А она сейчас кусала твои руки. Мама, она сейчас твои руки кусает. Что? Ты ее снимаешь? Пойдем. 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 Вот видите, что творят. Что творят? Ну-ка, выгляни здесь, Варь. Ну здесь выгляни, вот здесь вот выгляни. Уху! Ну ты сама да вылезь. Ты что? Ха-ха-ха! Все, туалет. Завалилось. Завалилось. Попа провалилась Ой, попа у Алисы провалилась Вот так вот Вот так тебе Вот так вот тебе Хорошо когти ей подстригли Хоть не царапается А то бы ты ходила бы с поцарапанным носом У меня тут все за это Все мои брюки зашли Алиса Я же брюки отряхиваю, а не с тобой играю Вон у тебя Маманя твоя с тобой играет Мы с Варварой делаем уроки А Алиса здесь в моем портфеле А некоторые Помогают То есть сначала помогала мне вышивать Теперь она помогает Варе делать уроки Алиса, проверь, пожалуйста Все ли она положила в портфель Ничего ли не забыла Она все там верно сделала или нет Все, давай дальше Не отвлекайся на Алису Давай вот сюда, пожалуйста, смотри Мы пошли с Варварой гулять Смотрите, какая красота у нас тут на асфальте появилась Здорово Здорово Ты единственная Я так тоже умела рисовать Да, красивый танк Шикарный Ну пошли Пошли дальше гулять Мы пошли с Варюшкой погулять Варюшка вон там с девочками гуляет У нас сегодня на удивление более-менее погода Вчера мы хотели погулять, нам не удалось Был дождь Ну вот сегодня плюс 17 Ну вот на солнышке даже очень неплохо, тепло сидеть Ветерок есть, но небольшой Я сижу Вышиваю морского волка Не знаю, сколько получится Но несколько крестиков удастся, я думаю Сделать Пока Варвара гуляет Надо часик хотя бы полтора погулять Порадоваться последним солнечным денечком А то потом начнутся дожди Она и так вчера говорит Ой, дождь идет И что я теперь всю осень гулять не буду Я говорю, почему? Она говорит, ну осень Осенью же всегда дни дожди Я говорю, ну не всегда дожди Вот сегодня более-менее Пока они с девчонками бегают Я посижу, повышиваю Хотя, честно говоря, что у нас с этой школой Не сильно у нас прям Мне охота вышивать Заодно, что включилась, скажу Я на Купчихе сегодня не делала ничего Потому что у нас у Варь завтра день рождения Сегодня я отвела ее в школу И пошла утром по магазинам Чтобы посмотреть там на стол что-то И завтра на угощение ребятишкам в класс Так что как-то у меня все утро прошло Вот по походам По магазинам Ну вот зашли Забрала ее Отдохнули, пообедали Сделали уроки Ну как-то кровы и уроков нет То, что немножко там задали То, что доделать в классе Кто еще не успел И вот пошли гулять Так что и мне, честно говоря Как-то, видимо, или на нервную почву Я к этому сентябрю готовилась У меня и на губах простуда Герпес пососкакивал И что-то хондроз меня прихватил Ну я думаю, что это все на нервах Поэтому я даже, честно говоря Вот неделя подходит к концу Сегодня уже четверг, 5 сентября А я еще Мне как-то вот это нервное напряжение Не отпустило И я даже еще не почувствовала Что я в отпуске Вот Так ветерок поддувает Наверное, не очень слышно Что я говорю Варюшка тут встретила своих девочек С которыми ходила в детский сад Правда, они в другой школе сейчас учатся Я уже про это говорила Они играют Ладно Буду вышивать дальше Сейчас она сзади тебе подберется О, Алисканы игрушки побежали, полетели Варе завтра день рождения Она уже в преддверии Бесится Завтра ей исполнится сколько? 8 Сколько? 8 7 Было 6 и станет 8 Вот это здорово 7 Решила перескочить 7 1 год своей жизни 7 Да 7 7 Бери челку Надо закалывать ее Волосюшки отрасли Вон тебе Алису подарили Радуйся жизни У тебя каждый день теперь праздник с Алисой Под одеялом Под одеялом О, 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 на ночь глядя Алису, ты че? Алис, ты че? Че цуэть, девочка? Алису Алису, ты че? Алису, ты че? Хышница Спать пора У меня тут тачка Маклин Тебя ведет Вот ты разыгралась Варь, давай Варь, снимай колготок и спать Все, Алиса, успокаивайся Смотри, а то вот сапанет тебя Че она себе через голову кувырок сделала? Ти-ти-ти У вас как на ночь глядят, так игрушки начинаются Сегодня у нас 6 сентября, пятница Сейчас немножечко попозже я вам покажу Я вышивала свое теплое местечко Сегодня у нас у Варвары день рождения Вот столько уже подарков с утра ей надали На время у нас 10 утра Она уже пришла со школы Сегодня у них короткий рабочий Короткий учебный день, потому что будут выборы К школе надо готовиться к выборам А это подарил папа, потому что она папе заказала носки Розовые носки с черными котятами Только она хотела мелкие котятки черных Но таких мелких папа не нашел Он нашел вот такие две пары Но она и этому была рада Ну и сегодня мы сейчас тоже ходили в магазин Там немножко игрушек купить Хотя она знает, она и говорила Вы мне подарили кошечку, мне больше от вас ничего не надо Вон главный наш подарок Лази, это тоже очень любопытничает Алиса, куда собралась? Алиса, нельзя Эти-ти-ти, ну как же, тут же шуршит все И ей сюда надо Вообще мы табуретки отодвигаем Так что главный Варин подарок Вот он Опа-опа-опа, держись Держись Вот Ну а сейчас мы ходили в магазин И я нашла еще вот такие носочки Тоже с котиками Вот И я ей такую еще парочку взяла Она счастливая, довольная, радостная Ну а уже праздновать мы будем завтра Приедут и Варины Крестные И приедет еще подружка И с девочкой И придут, естественно И Маша с Пашей приедут Все приедут Жилетку сняли в форму И она пошла с бабушкой в магазин Так, я вам показываю А, бабушка ей сама сделала У нас бабушка рукодельница Вы же видели, какие она наряды для кукол делает И она Варе вот сделала вот такие Две бантики-резиночки В школу ходить, заплетаться И сейчас они еще Мы ходили в магазин Выбрали еще разных Вот этой Рэпс, наверное Лента И бабушка еще и наделает Разных бантиков Разных цветов Ну а я вчера вышивала Теплое местечко Вот столько у меня отшито То есть я вот этот лист И так, сейчас покажу Алиса тут ходила по нему Это вот уже следующий туда лист Я чтобы мне этот закончить Но не ровно Я не люблю ровно Я делаю рваный край Поэтому я вот тут получалось Видите, один цвет идет И вот тут тоже один цвет И я вот Перешла уже на соседний лист Все, сейчас теперь я буду тут низ закрывать Тут я тоже немножко уже на нижний лист перешла То есть вот растет мой мешок В теплом местечке Вот так это сейчас все выглядит Ну и опять сегодня я не вышивала Никакого купчихи Ну а что делать? Ничего Это потихоньку продвигается И то хорошо А, вчера я с ней гуляла И немножко морского волка повышивала Сейчас я вам покажу Сейчас достану его из папочки Вот я его сюда Облокотила на свой этот Вот так сейчас выглядит Мой морской волк Я вчера, пока мы гуляли Повышивала вот эти Вот здесь вот полукрестиком зашила Вот Ну копытца у него появилась Дня два, наверное, назад Тоже вам не показывала То есть потихонечку я его Насколько это возможно Латаю Но не так быстро, как хотелось бы Ну ничего Все потихоньку вышлется Все вышлется Ну и все На этом пока все Я сегодня еще Буду, наверное, теплое местечко Продолжать вышивать И не знаю Посмотрю Может быть Что-то еще Хает я Да Тоже поковыряла его маленько Позавчера, по-моему Или вчера Ой, уже не помню Вы знаете, у меня что-то как-то так Быстро время несется Алиса, куда ты лезешь? Куда ты, малыш? Время быстро несется И я уже забываю Где, что, когда Как-то так у меня прям Мелькают все мои события Сейчас вот Варина день рождения Завтра еще Спразднуем Отведем И можно будет до Нового года Отдохнуть Ну, не до Нового года До 20 декабря В 20 декабря у мамы У свекрови день рождения Ну, в принципе, да Практически до Нового года А тут что-то у нас все бегло Алис, ну как ты уже успела Уже она и отсюда успела их вытащить Вот мартышонка такая Растет Растет наш малыш Да? Да? Ты растешь? Так, сейчас перехвачу Вот твои мышки Малышки Вот твои мышки, малышки Да-да-да Твои Твои Вот то счастье у нас-то какое Чик-чик-чик-чик Ну, еще одна, да Тебе сразу две надо, что ли? Ух ты Ах ты, у меня прям из рук выбило На 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 Вот нам не скучно Она уже научилась Ну, я прихожу домой Отвожу Варю Прихожу И она уже из спальни бежит Встречает меня А если не встречает Не бежит Крикнешь Алиса Кис-кис-кис И она тогда идет Просыпается Если она где-то спит И идет Так что научится Скоро ребенок Нас встречать Варя ждет Не дождется Когда Алиса Научится ее Встречать из школы Ну, ладненько Все Пока на этом все Но декада не заканчивается Она еще продолжается Да, вот она Пришла моя именинница Скажи всем привет Привет А что у тебя сегодня? День рождения Ай, день рождения Что? С мышкой вон он там В обнимку своей, видишь? Ну Давай, раздевайся А мне мама Вот такие носочки купила Да, я уже показала А это уже Папа А это мне мама купила А это мне бабушка купила Все А где мой слайм, мама? А слайм у меня там В сумке, наверное Я его не вытащила Давай, раздевайся Куртку снимай И форму надо снимать Мам, что ты здесь Такие мне Да я же уже показала Все Да Ой, все Похвастаться надо Хвастуша Что там у тебя? Варя там у меня Камера Ага, камера А бантики какие У тебя на голове Вчера мы купили Ну все Сейчас мы разденемся Доча, давай Сначала форму снять Сними форму Какой он прикольный Он очень мягкий Вот как Что это за фигня такая Дети его любят И обожают Это слайм Это надо Жмякать его И это Типа такого Антистресса Антистресса Понятно? Им 7 лет Уже девочке Антистресс нужен Жмякать Варвара, снимай Иди в форму Именинница Ты что зацепилась На мой рюкзак Давай Упала вместе с рюкзаком Иди, стопай Давай Вернись задом Косички твои О, его бантики Мы тоже вчера купили Вот эти розовенькие Специально под эту блузочку Все Давай Первоклашка Ладно Хватит Вы кого учатся Сколько? 22 крыла? Нифига себе Ну чего вы там намешали уже? Ужаски какие-то И такие повара Плавать у них Да поближе Наклоняйся Давай Ура Ура С днем рождения Тебя С днем рождения Тебя С днем рождения День, Варюша, с днём рождения тебя! Опа! Мы в Икее. Праздник у Варвары продолжается. Сегодня третий день. В пятницу, шестого у неё был день рождения. Отмечала она в школе. Вчера к нам приходили гости. Уже разошлись в девять вечера. Надарили подарок, надарили денежек. Сегодня мы приехали в Икею. Вот купили Варе стул. На котором она будет сидеть за письменным столом, делать уроки. Теперь она тут пока бегает, развлекается. А мы её сидим, ждём. Здесь такая бесплатная игровая зона. И такие вот скамейки, на которых родители сидят и ждут своих чат. Да мне здесь хорошо. А папа наш пошёл, это большой у нас комплекс, тут и Мега, и Ашан, и Леруа Мерлен. Папа пошёл в строительный Леруа Мерлен. Катился вместе с тележкой, со стулом. А мы зашли ещё в детский мир, купили подарок. Завтра Варя идёт девочке на день рождения. Так что вот, развлекаемся. Третий день я пока ничего не вышиваю. Улезла моя вон в тот лабиринт зелёный. Не видать её. Третий день я пока ничего не вышиваю. сегодня у нас уже 9 9 сентября декада моя практически закончена я вот варвары в комнате вот такой стул я купили и я сегодня сюда перенесла свой рукодельный уголок компьютер буду здесь монтировать видео вот видите вышивала сегодня хает давайте сразу покажу сколько тут вышито так вот уберу вот так вот уже я вышивала у меня полка вот это вот практически закончена и вот здесь магнитики ножницы да вот это вот ярко зелень я повышевала вот эту зелень полка ну и продолжаю закрывать вот эти вот одиночные дырочки на них больше всего времени уходит поэтому получается очень медленно не очень удобно ну не в том смысле удобно как все дырочки в хаэде но просто медленно так что вот вот так теперь все это выглядит видео я начала монтировать еще на неделе то есть она у него уже до середины сложено из кусочков завтра только присоединю последние кусочки и смонтирую видео долго я тут три дня не вышивала потому что у варвары был день рождения мы как-то все закрутилось завертелось сегодня темно уже вот видите на улице и варвара моя сейчас на день рождения у подружки сегодня там вот я в окне отражаюсь бассейн там как всегда занимаются плавают и сейчас я за варвары пойду забирать ее так но я сюда переехала полностью тут нет возможности надо либо какую-то тумбочку либо что потому что так конечно не сюда ничего не помещается мне сюда переехала два процесса это хает эту коробку я потом закрываю на стоит сверху и вот этой коробке это маяк ну и тут две полочки в одной у меня хает схема а вот в этой полочке у меня маяк схема и пока вот и тут я с хает хает вышивала вот этот козырек с лупой пока он здесь лежит потому что пока он мне не нужен здесь можно прекрасно вот эту лупу присоединить к столу то есть здесь у меня те два процесса которым нужен этот станочек да либо пяльцы и боку снапы на маяке сюда прикреплять буду и буду здесь вышивать за столом потому что теплое местечко у меня на напольном станке и волки у меня на станке диванном диванном или настольный можно его поставить но я на диване вышиваю поэтому они не нуждаются у меня вот в этом станочке тисках все буду сейчас собираться пойду за варварой ну а завтра посмотрим что я еще повышеваю и покажу уже вам и купчиху сколько у меня там выше то рядов будет и если я еще что-то завтра повышеваю тоже покажу и вот заключительную же кадры монтировать выкладывать вам сушите я над алиской балдю у нее прямо это развлечение когда у меня стирка у нее это прям как телевизор да там все крутится все крутится вертится ухты да ухты какое развлечение у алисы я только начинаю туда закидывать стирку белье порошок она уже тут как тут садится и ждет когда же там барабан закрутится ну что сейчас вам покажу что там у меня на купчихе у меня получилось 5 рядов за декаду так сейчас отсюда уйду а тут шум 5 рядов у меня получилось за декаду но в принципе это нормально с учетом что я начала 3 числа во первых во вторых я три дня не вышивала когда было упали день рождения вот она моя школьница пришла со школы не так и хочешь сказать садика и снимай блузку то сарафан мы сняли колготки сняли а до блузки никак не дойдут фуаре руки на это чё опять новый синяк вчера что ли у зайки посадила но я вчера ходила к подружке на день рождения куда ты залезла она доходится растем растем ладно пошла показывать вам ну вот столько вышито на конец этой декады моего теплого местечка я уже говорила что я перешла на вот немножечко у меня нижний вот здесь вот лист вот так я делаю потому что я беру ниточку и если этот цвет у меня вот дохожу до конца продолжается то я его вниз ухожу и и вот здесь вот тоже вот так вот у меня уголок совсем немножечко мне осталось но у меня просто тут вот именно эти три цвета я брала ниточку только ими вышивала а здесь вот у меня уже включаются вот вот этот значок вот этот вот этот то есть новые значочки пошли так что мне предстоит уже уголок поинтересней ну здорово получается прям чувствуется что это мешок что он такой какой-то становится объемный это вот как бы там в нем складки я не знаю вам может быть это и не видно так там тень это у меня тут алисе находит сзади меня куда-то по лесам вот поэтому мне нравится действительно золотое руно вышивается очень легко очень приятно ну и с этим процессом прощаемся до следующий декады так ну и вот показываю вам результат на купчихи я сделала куда делаешь секунду потянусь немножко вот голубым светом для начала эту декаду я сделала 5 рядов до 1 2 3 4 5 5 рядов я сделала если это посмотреть я вам когда показал сказал обращать внимание на самовар то есть у меня был вот этот прозрачный такой какой коричнево-желтый какой-то такой бисер цветом и вот эти 5 рядов я сделала но здесь тоже заметно потому что у меня там было как раз до угла и вот видите началось расширение край жилеточки сюда начал отходить тут дальше стала вырисовываться к ее кофты а это кафтан наверное называется не жилетка хорошо сейчас так выделяется теперь видно две пуговички ну вот в таком состоянии моя купчиха это я сделала 5 рядов за декаду но опять же напоминаю что я начала с 3 числа и тут три дня как я выходные варен день рождения не вышивала и плюс сегодня у меня тоже случилось оказия я утром села вышивать только начала не знаю 5 или 6 бисеринок сделала и у меня свалилась моя круглая баночка в которой бисер перевернулась вверх ногами все там упала на пол и некоторые как их назвать ячейки поставил баночку баночки у меня лежит весь этот процесс материалы и вот у меня вот это вот кстати я по показала что я распределила вот сюда бисер у меня было на вот этом липком коврике еще квадратная баночка в которой лежат все маркеры там тоже там постоянно вот это вот сверху отваливалась а мне неохота этот бисер обратно раскладывать и он постоянно высыпался в коробочку поэтому я оттуда и какую-то часть отсюда пересыпала вот в этот органайзер все замечательно теперь там лежит ничего не высыпается отсвечивает не знаю как вам показать это лучше вот ну в общем перевернулась вот эта коробка и некоторые вот эти контейнеры вот помню как они называются контейнеры раскрылись вот именно большие причем маленькие из этих голубой только вот этот открылся у меня высыпался короче да вот эти три голубых у меня открылись высыпался полностью вот этот и высыпался полностью вот этот ну какие то тут еще частично этот был частично но вот этот вообще весь коричневый все это по перемешалось на полу в общем пока была варюша в школе я вместо того чтобы вышивать я лазила по полу мне алиса помогала пришлось ее потом все таки закрыть в другой комнате потому что она этот бисер давай по кухне гонять в результате меня все это сгребла с полу собрала на бумагу и потом сидела и как-то за золушка отделяла гречиху короче пшено в отдельную мисочку гречиху в другую в общем сидела и сортировала по цветам этот рассыпанный бисер все на этой декаде все сегодня же уже 10 сейчас буду вам монтировать сейчас мы пойдем с вами погуляем сначала потом ближе к вечеру я сяду вам монтировать видео пойдем погуляем пока у нас не началась дождь я не знаю не было видно или нет вроде солнышко светит но вот вообще яндекс погода говорит не забудьте зонтик а вот такие тучки начинают надвигаться всего скорее все таки дождь сегодня будет поэтому пойдем и сейчас сначала погуляем потом придем варюшка сядет делать уроки а я сяду делать монтировать видео мы теперь же с ней вместе да она за этим столом он делает уроки а я за этим столом вышиваю работаю и монтирую видео все так удобненько рядышком общаемся все пойдем на гулять и я с собой возьму морского волка пока мы вот паруса уже оделась гулять вот эти какие нам баба баба бантики еще на дело те были наоборот тут синенькая а внутри беленькая а эти наоборот большая часть беленьких а внутри даже не не такая синяя как там а пока тонна синяя те были больше голубые чем у нас такой вот набор синих резиночек все пошли мы гулять и я там попробую еще морского волка повышевать приду да сниму покажу там потому что я все таки еще немножко повышевала после того как вам последний раз показывала и тогда уже будет окончательные кадры смотрите пока я монтирую видео сижу вам декаду алиса видите куда забралась и спит лежит ты там спишь ты там спишь да пока варился к бабушке по спи 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 тетя пересли делать только спать остается спим растем вот скажите как можно так спать алисонька деточка тебе так удобно и малыш спит дрыхнет вот так вот вот так вот спим ну вот такой у меня поросенок сейчас получается сняла пяльца потому что надо уже переставлять ниже вот здесь я сделала на кружке уже чуть-чуть не додела нитка кончилась бэк вот такой квас кружка с квасом извиняюсь за посторонние шумы это у нас купили квартиру и целыми днями вечерами сверли делают ремонт ну и это все чем я занималась на этой декаде то есть купчиха теплое местечко и вот этот мой морской волк немножечко на этом я с вами буду прощаться встретимся с вами в следующих видео всем пока пока